Привет, Адиль. Здорово. Как твои? Отлично. Что, тебе в общаге дали место? Нет, нет, еще нет. Где ты живешь? Я снимаю хату. Адиль? Да. Адиль, да? Почем? 23. 23 плюс коммуналка? Нет, с коммуналкой. С коммуналкой. Недалеко от учебы? 14 линия. Ништяк. Что-то у тебя были какие-то проблемы с гражданством, да? Они все еще есть, да. Я из-за силу графика, во-первых, и сложности оформления вот этого всего все еще решаю. Так что это не на них вина, что мне не дают общежитие, не университет, а сейчас сугубо мое дело, как скоро я это решу. Тебе не дают общежитие, потому что у тебя нет гражданства? Нет, не гражданства, а регистрация. Регистрация, да. А регистрации нет, потому что ты раздолбай. Да. Ну, понятно тогда. Ты все какой-то грустный ходил в последнее время. Ну, это все вот вкупе накопилось, да. Хорошо. Сегодня мы построим так нашу увлекательную беседу. Я задаю тебе вопрос, ты на нее отвечаешь, если хорошо, тебе балл. Ты мне задаешь вопрос, если я отвечаю, то тоже мне балл. Первый раунд это пять вопросов. Если в первом раунде ты отвечаешь больше правильно, чем я, ты получаешь косарь. Потом у нас будут другие раунды. Если я выигрываю у тебя, то ты не получаешь косарь. В первом раунде? Да, давай. Сколько будет у нас раундов, посмотрим. Да, окей. Ну, давай тогда задавай ты мне первый вопрос. Вот, давай. Давай. Смешная тетрадь. Мы подарили, да. А, вот они. Почерк у тебя, ладно. Не буду подглядывать туда. Да. Вот. Ну, давай первый вопрос. В каком году состоялось Кровавое воскресенье? 1917. Это... Ладно, подожди, подожди. Не гони. Кровавое воскресенье это когда на Дворцовой площади перестреляли, и все это случилось из-за Николая II, я погнал, поэтому это уже не может быть 17. Скорее всего, это 1909 год. Ну, если ты молчишь, то, может быть, это и 12-й год. Паполеон там вот эти... Нет, 1912. Ну, нет, нет, нет. Нет, ну, Кровавое воскресенье это при Николае II, правильно? Да, да, да. Это Николай II. Николай II. Ну, 1915, 14, 10. Давай окончательный ответ Рубани. Ладно, окончательный ответ это 1903 год. К сожалению, это 1905 год. Ну, зато я врубаюсь, что это Николай II, я даже знаю, где это было, я врубаюсь, что это забунтовали рабочие. Мирных рабочих. Да, и вот их всех перестреляли. Я это вот... В голове где-то есть. Они пришли с иконами. Да, просто просить царя по-мирному добазариться. Да, да, да. Было дело. Их расстреляли. Окей, теперь я. Давай. Какую книгу перевел на немецкий язык Мартин Лютер? Какую книгу перевел на немецкий Мартин Лютер? Так, он был немец, следуя из вопроса. Кто такой Мартин Лютер? А основатель лютеранской церкви в честь себя вот этот стоит тут церква рядом. Вот этого направления, я не знаю, протестант, кто его знает, а ответвление католицизма такой революционный тип. Мартин Лютер, какую книгу он перевел? Ну, пусть это будет Библия. Это Библия. 1.0 в твою пользу. О, как раз вытекая из предыдущего вопроса, поставьте верное ударение. Вероисповедание или вероисповедание? Я бы сказал вероисповедание. Это ваш окончательный ответ? Ну, пускай будет, да. Ну, я бы так сказал. Вероисповедание. Мне ложится так больше. Правильный ответ вероисповедание. Отлично. 2.0 в твою пользу. В какой повести Пушкина есть меткий стрелок Сильвио? Ладно, пальцем в небо про Федота Стрельца, Удалого Молодца. Так называется? Произведение? Ну, блин, ну, давай. Все на слуху. Все уже есть. От царя Салтани? Ответ Стрелок. Я первый раз слышу тоже. Первый раз слышу. Вот кто-нибудь, если вы не слышали, то теперь тоже слышите Стрелок. Вот, твоя очередь. Да, да. Забываю. О, значит, ты сейчас не угадал, да? Да. 2.0 в твою пользу. По мотивам какой пьесы снята кинокартина «Жестокий романс»? Так, «Жестокий романс» это у нас… «Ны-на-ны шемель, на-на-ни-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на». Это же, да? Тут, туда? Да. «Гузеево». «Гузеево». Это там был Мяков. «Жестокий романс». А какой пьесы? Давай крутись вокруг драматургов. Их там немного. Написал «Островский»? Да. Я гений. Давай удивлен. «Островский». Самое-самое его. Да что я буду гадать? Я не считал ни одного президента «Островского». Самое. Я даже не знаю, кто это. С первой полки прям. «Островский». Я не знаю. Точно? Ну, точно. «Гроза». «Граф Монте-Кристо». «Гроза». «Гроза». Хорошо. Пускай. Я не вдомек, если честно. «Ой, господи. Давай перепишем». Почему? Потому что я затупил. Да зачем переписывать? Это не «Гроза». А что это? «Беспреданница». Ай, блин, в натуре. Да. В натуре «Беспреданница». Я все вот это хочу сказать «Беспреданница». Имею ее в виду в голове, у меня выскакивает. А я еще «Гроза», «Гроза». Ладно. Хорошо. Я проигрываю 2-0. Из какого алфавита буква «Сигма»? Греческий. Давай твой вопрос. Кто из европейцев считается первооткрывателем Китая для западного мира? У меня был этот вопрос, я его задавал людям. Да? Давно? Да, не знаю. Какой ты итальянец или испанец? Ну вот да. Итальянец? Это да. Он художник? Он не художник. Он не художник. Географ. Он географ. Я не скажу. Это Марко Поло. Марко Поло, блин. Позор. Самое... Знаешь, почему позор? Почему? Не потому, что я этого не знаю. А потому, что я это знаю, я этот вопрос задавал людям. Ну... Ну, все же не упоминал. Просто все как чистый лист. Задал вопросы, забыл, до свидания. Так-то то, что я тупой, мне совершенно не стыдно. Это как бы моя фишка. Самая высокая вершина Западной Европы? Джома Лунгма? Эверест. Мон Блан. А-а-а. Ой-ой-ой-ой. Холодно, однако. О, интересный. С кем вступила в противостояние Афина за право наименование нового города? С Герой. Хорошо. Хорошо. Нигера, да? Тут Нигера. Нигера. Ну, баба это была. Нет. Это был мужик. Это мужик. Это был брат Зевса, естественно. Брат Зевс. Аполлон. Нет, это был не Аполлон, но это был брат Зевса. Это был брат Зевс. Но у брата Зевса, у Зевса не так уж много и братьев-то, да. Так, это, ну, если это не... Подождите, какой Аполлон? Аполлон вообще, по-моему, сын. Он из порога. Не-не-не, Аполлон это... Или Посейдон, кто у него? У него, да, у него два брата. Не-не, подожди, Аполлон и Посейдон это одни и те же люди, только Посейдон у... Римлян и греков? У Римлян, а Аполлон у греков. По-моему, не ужас. По-моему, наоборот. Ну, у него Аид, брат. Аид, брат. Аид, брат. Аид, брат. Так, Арес, это его сын. Да, бог войны. Арес, его сын. Гефест? Это этот, Почтальон, который... Почтальон Печкин. Да. Или Гермес. Гер... Да, хрен поймешь. Всех забыл, тоже из башки вылетело. Кто-то там был весен. Ладно, первая буква. Ты его называл уже в перечислении. Посейдон? Да. Ну, тогда все. Там был какой прикол. Смотри, тогда Аполлон у римлян, у греков Посейдон. Что-то я не верю. Это так. Это одна и та же фигня. Они отвечали за море. Аполлон, Рим, греки, Посейдон. Я думал, Аполлон искусство. Гениально. Я уиграл. Какая фамилия у хозяина дома в пьесе «Горе от ума»? Не читал, сейчас буду гадать. Причем монолог учил Чацкого, а не читал. Сейчас. Пусть это будет «Скалозуб». У меня написано «Фамусов». Блин. Ну, ладно. Подержи. Ага. Первый раунд ты побеждаешь. Пока дам тебе косарь. Расскажи вообще, что у тебя пока как делишка? Ты что по бабочкам у тебя? Расскажи. Ну, есть две стадии отсутствия денег. Денег нет и денег нет вообще. Да? Ну, у меня пока первое. Откуда бабки на снятие квартиры? Ну, присылают родители, но это все в ужим без излишних затрат. Где-то подзаработать есть мыслишки или не вариант, когда ты учишься на актера? Я просто сам по себе знаю, что когда ты учишься с утра до девяти вечера, это не вариант работать. Конечно. Тем более на первом курсе. Да, это вообще не вариант. Я пытался, да, я работал несколько ночей, за баром стоял. Спасибо пока, пищенка. Спасибо. Может быть, мы оставим твою карту в описании и глядишь, ребята что-нибудь подкинут, там рублев по 50, по 100 рублей, по 150. Донейшн. Донейшн такой. Ну, не знаю, как-то неловко правослово все это. Ну, не знаю, не надо, наверное. Не надо? Нет. А у тебя ВТБ банк же весь? Да. Это казахский? Да, но туда можно переводить. У меня-то просто есть цифры. Да. Помнишь, ты меня скидывал? Да. Так что я возьму и скину твою карту в описании. Казахи же могут отправлять именно по этой карте на ВТБ, а русские не могут. Они же отправляли, все могут. Можно же. Я скину в описании его карту ВТБшную. Ну, дальше на ваше усмотрение. Кстати, я тебе принес гостиницу. Да? Да. А у меня для тебя этот подарок, не приз, который ты выиграешь, а в любом случае по окончании вопросов, которые я тебе буду задавать, независимо, выиграешь ты или нет, есть ништяк. Я поэтому чуть подопоздал. Первая оправданная опозданная. Жена шарлотку делала. Я же сладкое не ем, ты же знаешь. Есть у меня новый телеграмм «Здоровая жизнь». Я перестал есть сладкое и мучное и веду правильный здоровый образ жизни. Без алкоголя, без... Я вообще-то и так алкоголь не особо пью. А ты прибухиваешь, я смотрю, да? Да, не часто. То есть денег нету, а вот на пивко в кофе у тебя есть. Пивко не пью. Понятно. Это лодка. Пахаваешь на досуге? Конечно. Окей. Грех отказываться, спасибо больше. Так, что-то хотел тебе еще сказать. А, продолжим тогда? Да, пожалуй. Вопросы у меня еще есть для тебя. Второй раунд. По той же схеме. Если у тебя получится ответить лучше, чем у меня, ты получаешь снова тысячу рублей. Давай попробуем. Название какого певческого голоса используется как ложный? Ложный певческий голос. Почему-то у меня напрашивается слово фальцет. А правильный ответ фальцет. Давай, ищи пока вопрос. Помнишь, мы с тобой делали рекламу наушников, они у тебя с собой? Да. Вот у меня тоже с собой. У меня они. Это наушники Realme Air Buds 5. Да. Я уже их юзаю два месяца, а ты месяц. Да, да. Я должен еще раз сделать интеграцию этим наушникам, потому что 100 тысяч просмотров не набралось. Мы договорились, что если не наберется, я повторю без платы. Мне за это не заплатят. Честный отзыв о наушниках за месяц. Честный. Судя по тому, что я ими по сей день пользуюсь, это прекрасные наушники. Они заглушают шум, особенно в метро. И вот это бешеное движение на Васильевском острове, на мостах. Все это заглушается, ничего не слышно, одним касанием. Качество звука хорошее и зарядку она держит. Ну, я не знаю. До меня дошло, что можно с чехла подзаряжать, что чехол сам заряжает наушники. Он заряжает. Если он заряженый, то он держит несколько дней, два, три дня можно. Я заряжал за весь период два раза их. За два месяца. Я заряжал два раза коробку. Ну, я ими прям пользуюсь очень подряд. Меня они устраивают только потому, что они очень круто синхронизируются с айфоном. И я в основном разговариваю по наушникам. То есть, я не слушаю музыку, как бы. Я слушаю иногда в зале. Но по музону, конечно, они очень крутые. Очень крутые. Но мне важно, чтобы я испытывал комфорт, когда я разговариваю по телефону, когда я их только достал, и они сразу же синхронизировались. То есть, ну, здесь с айфоном именно бомба. Они стоят тысяч пять-шесть, можно их найти. Айфоновские наушники стоят, аирподсы очень дорого. Единственное, что мне не нравится в них, это дизайн. На мой вкус, дизайн у её ищной. Потому что мне больше нравится дизайн всё-таки аирподсов. А так это прикольно. Ты мне вопрос задаёшь. В описании есть на эти наушники ссылка. С андроидами тоже хорошо оно коннектится. Отмерзли руки. Давай. Откуда Орфей пытался вызволить Эвридику? Это греческая история, правильно я понимаю? Да, да, да. Я всё время хвастаюсь о том, что я люблю греческую мифологию, что там так всё интересно. А ты в римской шаришь? Не-нет, я Эвридика, я даже не помню, что это за баба Эвридика, и Орфей, что за хрен. Ну, Орфей по-любому играл на Орфе. Да, 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 такой музыкант. И он откуда-то её вытащить хотел, Эвридику. Что-то случилось. А потом он, вот это уже мощная подсказка. Она умерла. Да, да. И он из царства Аида хотел её вытащить. Да. Да? Да. Хорош. Что похитил у Гефеста и передал людям Прометей? Огонь. Да, всё хорошо. Амбидекстер. Хотя бы откуда? Я по нулям. Амби, амби, декстер. Я не знаю. Типа вот есть такое понятие, что амбивалентный. Типа вот один корень. Это не персонаж, это вот термин, который применяем к человеку с определённым умением. Представучий? Ну, это вряд ли умение, это скорее недостаток. Я не знаю, я не хочу ничего гадать. Ну, в общем, это человек, который может писать обеими руками одинаково красиво. Амбидекстер? Амбидекстер. Амбидекстер? Да. Базаран. Каким французским словом называют кошелёк? Французским. Пахт-моне. Верно. Есть вопрос. Давай. Какой город является колыбелью русского флота? Санкт-Петербург. Это ваш окончательный ответ. Ну, что значит колыбелью? В Питер уже доставили корабли. Ну, они сюда уже пришли. Оттуда? Да, оттуда. Оттуда? Оттуда. Это не русский город? Это русский город. Это была в тот момент турецкая кампания. У Петра были тёрки и со шведами, и с турками. Ему это нахрен не сдалось. И в Европе... Грандштадт. В Европе этот город знали. Всё, я неправильно сказал Грандштадт? Чисто логически. Города с выходами... В открытое море. Ну, не в открытое, через реку. Чтобы было удобно. Это река из этого города, она выходит плавно в Дон. И из Дона уже он такой, да, давайте сделаем. Это была крепость до того, как Пётр туда приехал. Это тупо был купеческий город такой маленький. Он рядышком? А, он на юге. Он на юге. Он южнее, да. Там стоит. Я там был. Это прекрасный макет корабля первого русского линейного корабля. Я не знаю. Это город Воронеж. Воронеж? Воронеж. Воронеж. Я сам был в шоке. Там у них аэропорт. Это очень сложный вопрос. Как математики называют результат умножения? Вот вопрос. Как математики называют? А ты мне задаешь такую сложноту постоянно. Как математики называют результат умножения? Ну. Произведение? Да. Такие вопросы я попросил подготовить тебе, чтобы ты мне их задавал. А ты мне сложноту эту. Давай, задавай что-нибудь попроще. Так, давай сейчас покопаемся. На экономике сидел, писал. Придумывал. Картину какого живописца похитили герои Юрия Никулина и Евгения Евстигнеева в киноленте «Старики-разбойники». Я не смотрел эту картину. Если ты мне подскажешь как-нибудь красиво. Да, да. В твоем стиле у тебя классные подсказки. У этого художника часто путают ударения в фамилии. Рембрандт? Да. Хорош, хорош. Евгений Борисович, хорош, конечно. Самая длинная сторона прямоугольного треугольника. Рембрандт. Гипотенуза? Гипотенуза. Ну вот попроще. Кого именовали «Железный канцлер»? Какого-то немца. Из немцев я знаю только Гитлера. Это был чувак прямо до Гитлера. Прямо до Гитлера. Прямо до Гитлера. Прямо до Гитлера я никого не знаю. Они в одно время жили. Да, ну, брось, я не знаю. Последний канцлер империи Второго рейха. Без понятия. Такой вот. Корабль еще. Ну, блин, такой пикель-халуба. Я не при делах. Я не при делах. Ответ говорить? Да, базарно. Что ты называешь? Штаб? Гнушин, сын. Прикинь, забыл. А у тебя не написано ответ? Нет. Руки, друзья, напишите в комментариях. Прошу вас. Ля, в натуре вылетело. Сейчас я вспомню. А, все, вспомнил. У меня просто сопли текущие. Ты это видишь? На, держи. Говорите ли, пусть в комментариях пишут. Давай в комментариях пусть пишут. Давай. Да. Говори. А, говорить? Или пускай пишут. Пускай пишут. Пишите, ребят, да. Да. Да, может быть, пускай не пишут. Может, пускай не пишут. Ну, говори. Ну, Отто фон Бисмарк. Я ему там гипотенуза произведения. Он мне вот это, Отто, вот это Рембрандт Бисмарк, конечно. Я худею от тебя. Холодно? Холодно. Холодно. Я предлагаю нашу передачу завершить на этом холоде. Где подарок? А, да. Потрясающий подарок. Котомка такая смешная у тебя, конечно. Как тебе моя сумка? Вообще огонь. Очень нравится тебе. В Италии купил. Вот, я в прикол ходил по буквоеду. В общем, смотрел, что-то вообще прикольное тут рядом. И мне на глаза просто я иду, попадаюсь. Блин, хотел сначала подарить тебе Евгения Онегина, типа как тезка твой. Потом думал, отцы и дети, там тоже вроде есть Жека. Но потом я просто иду, прохожу, у меня в голове все такие книги. И вдруг ты соберешься куда-нибудь там в ближнее зарубежье путешествовать. Словарик? Да. Натан, сейчас гугл переводчик. Я не знаю, меня это не останавливает. Тем не менее, словарь тематической русско-эстонский. О, русско-эстонский, это интересно. Хочешь прикольного? Давай. Я эстонец наполовину. Ну, так мама сказала, по крайней мере. Без прикола, правда? Без прикола. Ну, у меня батя, я его ни разу не видел, но у него фамилия Коннанин. Коннанин. Борис Коннанин. Борис Александрович Коннанин. Если вы меня слышите, если вы еще живы, то я ваш сын. Да, это я. А, я думал, ты к подписчикам обращаешься. Нет, я именно к нему, но к Басе. Мне бы хотелось бы посмотреть просто на его фотку хотя бы. Представляешь, рожа, которая похожа немного на меня. Это же прикол. Ну, конечно, прикол. Это прикол. Спасибо тебе. Подержи, пожалуйста. У меня для тебя еще один подарок. Меня бесят твоя тряпка, с которой ты ходишь. Поэтому вот цепаню вот такую вот сумку. Это натуральная кожа. И это сделали своими руками. Держи, это тебе подарок. Блин, я похож на Адмирала. Круто. Четко. Круто. Спасибо. Не за что. Ладно, ставьте лайки, пишите дизлайки, комментарии. Всем до свидания. Также не забывайте, что в описании его реквизиты взбодрите немножко своего казаха, который живет ни на одну вообще, ни на какую зарплату. И что еще? Мир. Мир во всем мире побольше этого. Чего побольше? Бабла. Бабла, да. Побольше бабла и здоровья, счастья и улыбок. До свидания. Аривидерчи. Очень холодно. Да. Очень холодно. Очень холодно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова